Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу вам, как в квартире организовать кабинет психолога. Эта квартира для семьи 3 человека, предназначается для жизни и работы. Планировка находится в клубном доме Ленина 8. Вот так вот она выглядела от застройщика. А вот это вариант, который нарисовали сами заказчики, они его тоже прислали. Поняли, что у них не очень-то получается и, собственно, после этого обратились уже ко мне. Итак, начнем с портрета семьи. Это мама, папа и ребенок, школьник. Мама работает дома, работает психологом. Это изначальный запрос. Готовят они не очень много, а иногда вообще не готовят. Либо разогревают полуфабрикаты, либо обедают в ресторанах. То есть большая кухня как бы не нужна. Но было бы неплохо, если бы появился остров, потому что за ним прикольно завтракать, выпить кофе, посидеть с бокальчиком чая. Ну и вообще это очень такая интересная, многофункциональная штука, которая на кухонный гарнитур не очень похожа. Но, конечно, нужен кабинет для рабочего места. Был запрос на мастер-спальню. Ну, понятное дело, когда у вас дети, мастер-спальня просто необходима. Нужна детская комната для ребенка, в которой рабочее место, то есть делать уроки, вещи, где должны храниться, стеллаж для книг и игрушек. Должен быть огромный диван, на котором они любят поваляться и посмотреть телевизор. Должен быть обязательно обеденный стол, отдельно стоящий, за которым можно самим обедать, гостей приглашать, праздники отмечать. И должно быть огромное количество хранения, очень много вещей. Друзья, напишите в комментариях, сколько у вас вещей, где вы их храните. Для меня это будет очень важно, интересно. Но начну с анализа текущей планировки и с минусов и плюсов. Начну с плюсов. Плюс заключается в том, что много окон. Раз, два, три, четыре, пять. Одно из которых угловое, угловое окно в квартире или в доме, это, я считаю, настоящий подарок. Много света, большой обзор, а это значит, ощущение пространства в квартире сразу же присутствует. Его гораздо больше, чем в обыкновенных квартирах. Ну, пожалуй, на этом, собственно говоря, плюсы, касаемые планировки и закончились. Теперь про минусы. Не очень большая прихожая, которая вот такой небольшой кишкой выдается в сторону. Есть опорные конструкции, плюс вентиляционная шахта прямо посередине всего пространства, которые, естественно, будут мешать нам сделать какую-то планировку. Есть еще теплый балкон, который по закону мы убирать не можем. И про который все застройщики говорят. Ну, типа, убирайте, он же теплый, типа, это штока перегородки. Но, напоминаю, по закону этого делать нельзя. Убирать перегородки нельзя. Ну, и еще один минус, что в таком виде застройщик передает квартиру хозяевам квартиры. То есть, они сами должны дальше делать ремонт, выставлять перегородки. Хотя, на мой взгляд, это даже, наверное, больше плюс, чем минус. Нет, точно это плюс. Потому что в 99% случаев мы делаем перепланировки, и все дизайнеры делают. А это значит, нужно прийти на квартиру, сломать все перегородки, потратить на это деньги, вынести этот мусор, привезти новые материалы, возвести новые перегородки, потратить на это деньги и потратить на это время. Поэтому лучше уж так пускай сдают квартиры, куда мы приходим и с нуля сразу начинаем строить перегородки. Так что, это плюс. Ну, конечно, я полностью поменял всю планировку. И главное, что я сделал, это разнес спальню и детский по разным краям квартиры. То есть, получается, вот это вот мастер спальня, а вот это вот детская. Это первое, что я сделал. Далее, я сделал кухню гостиной правильной формы. Вот она. Обратите внимание, пожалуйста. Здесь находится диван, кресло, телевизор напротив, уже напротив дивана. То есть, это гораздо удобнее. Стоит отдельно стоящий круглый стол, который можно расправлять под овальный и приглашать гостей. Вот он, пожалуйста, находится между диваном и кухней, а кухня с острова. Кухня совсем небольшая. Здесь есть пенал с холодильником, есть пенал с техникой и между ними раковина. Это не очень много места. Но помните, в самом начале я говорил, что семья почти не готовит. Очень-очень редко. В основном на заказ или это рестораны, ну или какие-то полуфабрикаты, которые нужно разогреть. Для тех небольших манипуляций, которые нужно совершать на кухне, есть остров. А он достаточно большой. Метр восемьдесят по длине и девяносто по глубине. На острове располагается варочная поверхность и остается много свободного пространства, на котором можно готовить. На которое можно что-то поставить. Просто в вазу с фруктами. Или сесть вокруг острова, посидеть с бокалом чая, например, посмотреть в окно и поболтать. Неохота за островом перенесли на стол. То есть все пространство выстроилось логичным образом вот в этом прямоугольнике. Следующее кардинальное, что я сделал, я сделал кабинет между кухней-гостиной и спальней. И обратите внимание, как интересно он оформлен. Он не полностью замкнут стенами, а в стенах есть дыры. Вот перегородку одну я построил, перегородку вторую построил. Получилось два проема. Зачем? Да затем, чтобы это пространство объединялось с кухней-гостиной, когда мама работает и никого дома нет. Но зачем я сидеть в этой кладовочке, когда можно пространство раскрыть? Когда пришли домочадцы и надо уединиться, закрыли перегородку. Закрыли перегородку. Все, кабинет получился обособленным. Если в кабинет пришли гости, посетители, да кто угодно, открыли перегородку и из прихожей сразу же, не заходя ни в какие помещения, мы попали в кабинет. Закрыли перегородку, сидим, общаемся. Удобно? Очень удобно. Пришли гости, раскрыли все перегородки в кабинет и наша кухня-гостиная увеличилась до невероятных размеров, которые, я имею ввиду кухня-гостиная, захватывает еще и вот этот вот холл с коридором. То есть визуально пространство увеличилось раза в два. Добавилось еще одно окно, то есть уже три окна. Это больше света, больше простора, больше воздуха. Видите, как сразу здорово все получается? А еще, вот какую фишку я сделал. Перегородку я не стал примыкать вот к этому столбу. Видите, столб, перегородка, между ними щель. Понятно, что между ними мы никак не пройдем. Так зачем же она нужна? Она нужна для того, чтобы воздух как бы ходил свободно между ними. Она нужна для того, чтобы мы зрением могли увидеть, войдя в квартиру, что там что-то есть, какое-то пространство. И напротив, когда кто-то находится на кухне, он мог зрением уловить то, что происходит в холле. Дополнительно через эту щель попадает дневной свет вот сюда, в прихожую холл. Ну согласитесь, это кайфово, когда у вас появляется дополнительный простор. Ведь это один из главных и основных запросов клиентов, которые ко мне приходят. Потому что сейчас квартирки маленькие, комнатки маленькие. Хочется свободы, простора, ощущения этого простора. Вот оно, пожалуйста, берите, пользуйтесь. Вот так мы получаем ощущение простора. Но теперь переходим к остальным помещениям. Детская. Здесь есть кровать, шкаф, стол и стеллаж для всяких полезных вещей. А также небольшая детская макияжная зона для девочки. Это важно. Рядом с ней находится ванная, которую я поделил на две части. Одна это постирочная. Могут быть за дверками, могут быть за шторками. Все зависит от вашего бюджета и того, какой дизайн вы хотите здесь организовать. За этими шторками или дверками стоит стиральная машина, сушильная машина, уборочный инвентарь, химия и дополнительно разное другое хранение. А вторая часть этого пространства это, собственно, ванная. Унитаз, раковина напротив входа. Напротив входа красота. Заходим в помещение, заходим на красоту. Ванная. Все, все, что нужно для того, чтобы ребенку с комфортом мыться. Все, что нужно, чтобы гости могли пользоваться туалетом. И все, что нужно для того, чтобы, когда дома развели постирочные всякие дела, то здесь, пожалуйста, этим можно было пользоваться. При входе, очень важно, обращаю ваше внимание, это не мелочь. При входе должен быть комод или консоль, он есть. Причем сразу напротив, зашли на красоту. То есть, сумку поставить, ключи положить. Рядом пуфик, на котором удобно сесть и обувь переодеть. И вот в этом закутке я ставлю два шкафа. Один глубокий под плечики, 60 сантиметров глубиной. Второй напротив, неглубокий, 35 сантиметров под обувь. Этого размера достаточно, чтобы влезли мужские ботинки. Все это можно закрывать шторочками или дверцами, как вам захочется, как вам будет удобнее. Последнее пространство, это мастер спальня. Попадая в нее, мы заходим в гардероб. Здесь большие шкафы с двух сторон. Можно в один из шкафов встроить, например, макияжный столик, который тоже может скрываться за дверками. Отсюда мы можем попасть либо в ванную, либо в спальню. В спальне и еще один огромный шкаф. Видите? Напротив кровать, тумбы и атаманка. Атаманка, кстати, очень удобная штука, чтобы бросить на нее покрывало. Из спальни сквозь стеклянную стену, вот она, мы видим душевую. А это значит, что визуально я расширил это пространство. То есть мы видим, как стена туда продлевается, мы видим, что там находится. И даже, в принципе, можем видеть того, кто там моется. И если тому, кто моется, будет стеснительно, то здесь висит шторка. Ее можно вот так закрывать. И все, ничего не видно, пожалуйста, пользуемся раковиной, душем, туалетом. И никого не стесняемся. Вот так вот зашли-вышли. Получается, что ванна как бы обособлена, но с другой стороны она перетекает в ванну в спальню, спальня в ванну. Находясь в ванной, мы видим то, что в спальне, то, что за окном. Это совсем другие ощущения. Это совсем другой сценарий проживания. То есть те эмоции, которые вы будете испытывать в этой квартире, они вообще на другом уровне, нежели вот как на варианте от застройщика. Понимаете? То есть планировка, это как программа, которую программирует вашу кайфовую жизнь. Сейчас я ее еще улучшу. А вы пока лайк поставьте и подпишитесь. Я тут немножко похулиганил и сделал вот что. Поставил большой тазик в спальню. Вот сюда вот. Прямо за стекло. Ну типа знаете, как ванна. Ванну-то, конечно, нельзя ставить в жилое пространство. А тазик можно. Поэтому можно поставить тазик, а-ля японская бочка. Ну или какую-нибудь другую бочку. Зачем я это сделал? Да за тем, чтобы кайфовать. Ведь ванна нужна для того, чтобы в ней наслаждаться, лежать. В кустиках вот тут вот, как на пляжу, на море. Все ведь мы хотим к морю, да ведь? На пляж. Вот вам, пожалуйста, море, пляж и пальмы. А? Огонь ведь, правда ведь? Огонь. Ребята, планировка это фундамент будущего дизайна. Про дизайн я рассказываю в своем телеграме. Ссылка будет в описании. А также мы создаем крутой дизайн. Но прежде делаем планировки. А потом дизайн. И для того, чтобы дизайн получился классным, вот как мы это делаем. И вы можете это посмотреть на нашем сайте. Можете перейти по ссылке. Будет ссылочка на наш сайт и вы можете посмотреть наши работы. В общем, чтобы дизайн получился кайфовым, изначально нужна правильная планировка. Обращайтесь, я вам ее сделаю, если вы, конечно, захотите жить в кайф и вообще в удобной планировке. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Да пребудет с вами муза. И кайфовая планировка. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok